Меня зовут Белоуса Вениамин. Я студент направления диалогия, первый курс. Хочу рассказать вам несколько историй из моей жизни. Они начинаются еще в детстве, как рассказывают родители. Когда я был маленький, у меня был такой конструктор. Знаете, раньше у вас, возможно, тоже были в детстве. Он железный, и вот есть винтики, гайки. И как-то бывало, я потерял винтик, не мог из-за этого до конца собрать конструктор. Я молился, и потом находил целых два винтика. И вот такие у меня истории часто бывали в жизни. Когда я участвовал в конкурсе от Диснея, там надо было нарисовать рисунок, ну и на их сайт выставить. Я сделал, и потом идет время, как-то там голосование. И 40 человек, 40 победителей по всей стране, они получают приз. Приз. Приз это было в Sony PSP. Вот. И уже подходит время к концу. Я примерно посчитал мои голоса. Я никого не просил голосовать, потому что как-то это некрасиво, неприлично. И по моим голосам я был на последнем месте. Знаете, бывает такое, когда несколько людей с определенными голосами. Так попалось и у меня. Вот на 40-ое место, 39-е и 40-ое, попадают два человека. А у нас трое человек с одинаковыми голосами. И один, получается, должен не попасть в эту... в эти 40 людей. И получается, что кто-то попадает, кто-то не попадает. И я посмотрел, как у других твоих людей, таких же по уровню, как я, у них там, получается, они делали много репостов в социальных сетях, везде себя где-то рекламировали. И я понимаю, что это, ну, как бы выгодно Диснею их включить, потому что у них больше уровень, они больше сделали рекламу этой компании Диснея. По меня им нет интереса включать. Ну, я... как будет, так будет. В общем, помолился. И так получилось, что я попал в эти 40. Вот. И мне потом прислали Sony PSP. И... ну, я не любитель игр. Я потом поменял на телефон. И вот так вот мне, можно сказать, Бог послал классный телефон. Потом была история дома, ночь. Я как-то проснулся, попил воды, захожу в зал, а там родители билеты смотрят в Черногорию. Вот. И я такой смотрю, родители, вы куда? Что это такое? И как-то финансов у них было только вот на двоих. Папе и маме. Ну, я что делаю? Я молюсь там же при них. И представляете, я вот только помолился, встаю, и цена за три билета становится точно такая же, как цена за два билета. Вот. Ну, тогда родители что? Против воли Божьей не пойдешь. Тогда они меня взяли. Вот так вот я побывал в красивой стране, увидел Божью красоту. Потом была такая история в моей жизни, момент, когда у меня не сильно было все хорошо со здоровьем. И так получилось, что мне надо было получать часть образования дистанционно дома. И для этого дается даже оборудование, чтобы было комфортно заниматься. Ну, я думал, наверное, какой-то старый ноутбук, там, знаете, такой большой системный блок дадут. Ну, и это будет радостно и удобно. Я жду. И привезли. Открываю оборудование. Там оказалась системник от Apple Mac. Потом куча другого оборудования. И я любил Lego сильно в детстве. И даже дали новый Lego-овский робот, знаете, который можно программировать, там, куча программ на него ставить. Потом еще микроскоп там дали. В общем, у меня тогда жизнь так преобразилась. И учеба хорошо пошла. И интересов прибавилось. Но время прошло. Как бы мы тогда еще переезжаем. И со школы вопрос уже этот решился. Оборудование я все сдал. И, оказывается, у меня была такая возможность, чтобы это все оборудование мне осталось. Подарили. Но дело в том, что для этого надо было 5 лет прожить. А я только 4 года прожил. В одной области. В школе. И еще прописка должна была быть местная. А у меня прописка не местная. Ни того региона была. Ну и все. Я, получается, отдал оборудование. Переехал в другой город. Учеба идет в другом городе. Учусь. И вот я поступать уже скоро должен сюда. В Зоукский университет. И у меня нет ноутбука, оборудования. У нас тогда один был в семье ноутбук. Многоодетная семья. И наступает пандемия. Все школы переходят на дистанционное обучение. Но я. А нас четверо школьников. Вот. И у нас в семье, как я сказал, один ноутбук. И тяжковато, конечно, было учиться. И как-то через школы делали опрос. Спрашивали, хватает ли вам оборудования для дистанционного обучения. Ну, у нас, конечно же, не хватало. Ну и все. Время прошло. И потом звонят маме и говорят, мы хотим вам дать оборудование, чтобы вам было легче учиться. Ну и все обрадовались. И тогда они хотели дать ноутбук. Подарить ноутбук, чтобы нам было легче учиться. И мама, как говорит, думала, чтобы этот ноутбук отдать мне, так как я вот поступаю сюда, в Зоукский университет, и чтобы мне было легче здесь учиться. Но у меня есть брат. Он на 2,5 года младше меня. И она тогда думала, если отдать его мне, то младший брат не будет сильно рад. И почему мне, почему не ему. И мама переживала, что это будет проблема. Как это так получится? И время прошло. И мы уже все забыли про это. Ну, мы подумали, наверное, уже все. Не дадут. И как раз эта проблема решена, что ни мне, ни брату все мирно и хорошо. Но вот нам все-таки позвонили. Приезжают администрации, депутат, фотографы. И они нам дарят, и дарят 2 ноутбука. И говорят, один вот в вашей семье, а второй 11-класснику, который сейчас будет поступать в университет, чтобы ему было легче учиться. И вот так вот Бог мне поставил ноутбук. Теперь я здесь учусь, радуюсь, комфортно. И мы, как дети Божьи, Бог любит нас баловать, давать нам подарки разные. Потому что мы его просто дети. Это не прям так нам необходимо. Но он нас любит, как говорит Господь. Испытайте меня. И пошлю ли я вам благословение до избытка. Не открою ли врата небес. Субтитры создавал DimaTorzok